Виктор Николаевич, добрый день. Добрый день. Такие новости сегодня. В районе 10 часов утра на территории Ивановского района Брестской области, в Беларуси, зафиксировано падение зенитной управляемой ракетой С-300 украинских вооруженных сил. По сообщению Министерства обороны, ПВО Беларуси сбило эту ракету, обломки упали уже. Слава богу, что в чисто поле и не получилось, как в Польше, что погибли два человека. Не дай бог, конечно, но уже все случилось, что называется. Какая-то странная цепочка событий вырисовывается. Польша, теперь сюда. И заметьте, украинское руководство пока никак не реагирует. Это связано, видимо, с часовыми поясами в Америке. Хорошо. Вопрос очень конкретный, я на него тоже отвечу, поскольку только что закончил материал об этом инциденте. Первое. Как бы это ни смешно выглядело, но стрелял тот же полк, который бабахнул по Польше. Да-да. Этот полчок стоит, зенитно-ракетный полк, находится в районе Львова. Внимание, он прикрывает Львов. Сегодня, как вам известно, мы провели большую серию массированных ударов по военным и военно-промышленным объектам Украины. И в том числе и по Львову. По-моему, там 7 или 10 ракет мы запустили. Этот полк участвовал в отражении атак. И не сбил ни одного нашего калибра, зато блистательно зафугачил ракету в сторону Беларуси. И я посмотрел, от места дислокации полка до Ивановского района Брежской области всего лишь там 250 с гаком километров. И если учитывать и знать скорость ракеты С-300, а мы ее марку уже знаем, в том числе благодаря белорусам, то это, вы знаете, это мелочь. 250 километров для ракеты, которая летит со скоростью 180 метров в секунду, это чепуха. Но самое главное здесь другое. Это, я бы не побоюсь сказать, провокационный уровень профессионализма, в кавычках, украинских специалистов. Меня не интересует, тот же полчон заступил на боевое дежурство только 14 января, потому что, вы видите, его туда только перетащили для прикрытия Львова. Для меня принципиально важно, что эта ракета упала на территорию Беларуси. На Польшу пусть фугачат хотя бы через час. Ну, они там и гранатометы, и шефу полиции подсовывали хорошие, там тоже чуть не положили пол полиции польской. Для меня принципиально важно, крайне принципиально важно, что эта ракета упала на территорию Беларуси. Теперь рассуждаем дальше. Хорошо, что она, ну не знаю, правильно я говорю, хорошо, что она упала в чистом поле, что не пострадали люди. Для меня это чрезвычайно важно. Это для всех важно. Да, теперь, учитывая другие факторы, ведь нельзя было исключать, что эта ракета могла упасть прямо в центре этого Ивановского района. Она могла упасть в Брест, она могла попасть в белорусский склад боеприпасов, она могла попасть куда в детский сад, больницу и так далее. И тогда как бы действовала Белоруссия? По всем законам она должна была накрыть этот полк и сравнять его с землей. Насколько мне известно, у Белоруссии есть для этого средства. Но это была бы уже белорусско-украинская война. И тут как не подумаешь, как не подумаешь о другом. А может эта ошибка, в кавычках, была сделана специально, под шумиху того, что зенитный ракетный полк Украины отражал нападение российских ракет. Я и эту версию не исключаю. И нам все равно ее надо держать в голове. Легко, вы знаете, легко сказать, это была ошибка, извините, белорусы. Да, это же легко сказать. Это оружие. И тут, извините... Я уже молчу про ассоциацию, которая напрашивается уверенно у многих, про обезьяну с гранатой. Ну да. Да? Ну ладно, мы не будем здесь шутить, вопрос не шуточный. Но если в случае, допустим, с падением ракеты на польскую территорию, ведь мы помним, как сразу, моментально фактически, пошли обвинения в адрес кого? Россия. Россия, безусловно. Россия, да. И даже когда в Штатах сказали, не надо, все равно ведь остановились на чем. А все равно виновата Россия. Потому что если бы не Россия, то вообще по ракеты никакие никуда не летали. Хотя, уже отмечая уровень профессионализма, которым вы правильно высказались, я думаю, что и так бы могло летать. Уже как мы понимаем. Мне понравился ваш вопрос, что Киев до сих пор молчит. Вы знаете, чего я ждал? Я думаю, что через час-полтора нам могут заявить, что это белорусская ПВО неудачно стрельнула. Там же учения проводятся, да? И вот так получилось, что Белоруссия неудачно запустила ракету с С-300. Она шлепнулась вот в этом районе Иварковском. И, короче, перестаньте обвинять. Но там есть другие дела. Там есть другие дела. Дело в том, что белорусы уже видели отметки на этой ракете. И там есть аббревиатуры, которых нет на белорусских ракетах, тоже относящиеся к С-300. И вот тут, и вот тут. И даже комплексы там отличаются. Да, там же модификации разные немножко. Да, это же вы понимаете. У Белоруссии есть огромное количество специалистов, которые вам на ощупь скажут, откуда эта ракета. И что у нее, какая марка, какая тема. Я хочу, конечно, я поступил бы крайне непорядочно, если бы не поздравил сегодня белорусов воинов ПВО, которые действительно доказали, что они находятся в режиме высокой боевой готовности. И что они надежно охраняют и небо Белоруссии, и белорусское государство. Вы знаете, я даже в некоторой степени горжусь тем, что белорусы поступили вот именно так. В отличие от хваленных поляков, да, у которых там растопыренные пальцы. И говорили, что наше небо над Польшей прикрыто. Так вот, вы знаете, что поляки даже не дернулись, когда летела ракета из районной дислокации того же полка под Львовом. А здесь ракету контролировали, засекли уже когда она была на разгонной траектории. Так что, братья белорусы, я поздравляю вас от всей своей белорусской, от всей своей офицерской души. Ну да, мы тоже отметим и поздравим, наверное, да, хорошую работу, четкую работу наших ПВОшников. Но и пожелаем им, чтобы у них такой работы все-таки не было. Вот, ну, хочется такого пожелать. Но почему, ведь, вот я начал говорить об этом, что тогда сразу пошли обвинения в сторону России. А здесь-то в России-то уже, ну, как-то обвинять уже не Камильфо. И почему я заговорил про пояса, Киев молчит, потому что в Америке еще не наступило утро, и там еще не пришли из Вашингтонского обкома просто указания. А что, что, что надо говорить по этому поводу, товарищи на банковые. Вот они и думают, а сами, видимо, как-то... Вы знаете, уважаемые коллеги, уважаемые, вы знаете, я еще не исключаю, что после таких консультаций с Вашингтоном нам с вами обязательно могут выкатить обвинения. Это либо ваша ракета, либо наша ракета шлеп нос. Вы понимаете, да? В рукаве у Киева огромное количество лукавых и лицемерных аргументов. Вот сейчас действительно, вы знаете, больше всего у кого болит голова. Болит голова сегодня у Байдена, болит голова у Блинкена, голова у начальника ЦРУ и, конечно, у Пентагония. И Зеленский сейчас орет телефонную трубку, что мы не казаты мыру, да? Ну, примерно, думаю, что примерно так, да. Что мы не казаты, да. Я думаю, что его сейчас консультируют и, конечно, сейчас Киев либо попытается залезть под корягу, либо выдвинет какой-то смешной, криевой, лицемерный аргумент. Подождем, подождем. Но то, что он рот закрыл и не открывает пасть, это действительно настораживает. А ведь уже, извините, с 10 часов, у нас же одно с вами время, да? Уже скоро, вот смотрите, в 10 часов будет 12 часов и Киев молчит. Вы знаете, крайне любопытно все-таки дождаться его аргументов, если они у него будут. Если они будут, просто если вообще вот копнуть историю, вспомним 2001 год, октябрь, Ту-154М над Черным морем. Десятки людей погибли. Да. С-200, украинская, официально признана. Малайзийский Боинг. Расследование всей... Но я одно могу сказать, что если бы были четкие доказательства того, что это сбил, например, не дай бог Россия, или кто-то из ДНР, или ЛНР, то это уже шум такой стоял, но раз его нет, значит что-то не то. Да, то есть напрямую не обвиняют. Значит, что-то не то. Когда я вас слушаю, вы очень правильно, логичную цепочку выстроите. Я думаю, что в Кунгах, в командных пунктах средств ПВУ Украины сидят либо профаны, либо алкоголики. Ну нельзя же допускать вот таких серьезных промахов на протяжении многих лет. Уж казалось бы, после польского инцидента должны были сделать выводы. Не сделали. Но вы знаете, ну меня где-то тут, в краю, все-таки, ну мне очень хочется еще порассуждать над другим. Нам нельзя исключать это. А может это была умышленная провокация, и что же нельзя исключать? Но здесь нам надо очень глубоко покопать, добраться до киевских источников, они у нас есть. Послушай, что говорят российская, да и белорусская разведка, возможно у нас скроется что-то неожиданное. Потому что, естественно, Украина же, вы понимаете, у нее есть целый клан ястребов и политиков, которые ну просто мечтают, чтобы Белоруссия вступила в войну на стороне России против Украины. И вы знаете их логику, потому что это им откроет дверь для приглашения НАТО, вы понимаете, да? И потому давайте сюда не только те 700 танков, которые у Польши, и БТРов, которые сегодня, вы слышите, у Польши прибыли, это 7 полков, да? Мне кажется, что здесь вот этот аспект, его тоже не надо сбрасываться с счетов. Чтобы у нас, на нашей доске, чтобы лежали все карты. И где-то из них та, которая нам даст ответ на эту дурацкую, но загадочную стрельбу. Ну, загадочная, я думаю, она будет недолго. Но хотя, если исходить из того, что война – это путь обмана, то даже если сейчас последует ряд каких-то заявлений, все равно я не уверен, что мы докопаемся до первоисточника. Хотелось бы, конечно, но вряд ли это получится прямо вот сходу. Но с этим надо что-то делать. И где гарантии того, что завтра не полетит еще куда-то? А ведь там особенно упоротые ребята в украинских пабликах прямо сейчас пишут, сколько километров от границы, например, до Мозырского нефтеперерабатывающего завода. А там близко. До Гомельского химического завода, а там близко. Ну и так далее. И пошли пересчитать такие объекты. У вас же есть объекты посерьезнее. Конечно. Да, разно серьезнее. Ну, если вы про островец, он все-таки немножко подальше, но все равно, в принципе, не дай бог, опять же. Да, точка туда не долетит, скорее всего, точка У, например. Но вот то, что вот в Дургранице, а там очень много. Там Гомельская область, Брестская, это промышленно разные регионы. И там очень много действительно важных, стратегически важных для экономики объектов. Где гарантии, что туда не полетит, якобы случайно? Вот. Нет. Судя по той цепочке событий, которую вы тоже справедливо сказали, таких гарантий Киев и никто не даст. Потому что, судя по всему, здесь не только профанство, но здесь есть и какие-то политические соображения. Я их со стола своих рассуждений, я их не снимаю. Мне кажется, что надо держать в голове мысль о том, что Белоруссия права. Но линия поведения белорусских властей, на ваш взгляд, должна быть, как мне кажется, такая же сдержанная. То есть на провокации надо реагировать максимально сдержанно. Все-таки понимая, на что нас хотят спровоцировать. А ваша линия такая. Она такая, да. Я ни разу не слышал, чтобы какие-то с пылу, с жару, когда президент Белоруссии оказывался в не менее сложных ситуациях. Возможно, где-то там на пресс-конференции что-то сказал. Но саму линию Белоруссии надо пока расценивать как сдержанную, объективную. И я бы добавил еще очень терпеливую. Очень терпеливую. Не надо Белоруссию раздражать. Она вас не трогает, и вы ее не трогаете. Потому что надо все время в голове и другое держать. Ведь в данном случае ракета упала не на Белоруссию. Ракета упала на территорию союзного государства. Вы понимаете? Вот этого пока в башке ни киевских политиков и генералов, ни западных нет. Они все еще не понимают, что произошло в нашем с вами объединении в союзных государствах. Что у нас фактически одни вооруженные силы. Ну, почитали бы доктринальные документы наши хотя бы для начала. Но хотя я думаю, не до этого сейчас. Да, об этом тоже надо рассуждать. И это тоже надо иметь в виду. Если вы хотите, то я скажу, без придержки и дальше. Это был удар по России. Понимаете? По нашему союзнику. А вы знаете, что у нас есть в наших доктринах, что записано? Удар по одному из наших союзников – это удар по всем. Это значит, что удар по России. Я ничего тут не перебарщиваю. Я о других союзниках вам не говорю. Просто сейчас пока не время. Но когда-нибудь я скажу, что у нас за союзники. Ну что ж, будем наблюдать. Будем наблюдать за ситуацией. Спасибо вам огромное, что нашли время обсудить этот вопрос с нами. Конечно, хотелось бы верить, что это очередная оплошность. Очередное какое-то раздолбайство. Я не знаю, как это назвать так, чтобы цензурно. Очень хочется в это верить, конечно. Потому что никто не хочет никаких-то обострений. Но вот держать в голове то, что это мог быть запланированный запуск, тоже надо. Да. Это правда. Сегодня такие дела. Спасибо большое, Виктор Николаевич. С наступающим вас праздником. Как бы то ни было. Куда бы что ни залетало, Новый год никто не отменял. С Новым наступающим годом. И пусть в Новом году поменьше будет нам поводов обсуждать вот подобное. В этом году я хочу... В этом году как никогда Россия и Белоруссия сделали широченный шаг навстречу друг другу. Вы понимаете меня, особенно вот в последние дни. И я хочу пожелать и вам, и всему белорусскому народу, чтобы никто никогда не сомневался, что если хоть какая-то беда случится с Белоруссией, то мы будем защищать каждый клочок, извините за высокий слог, белорусской земли, так же, как и любой клочок земли русской. С Новым годом, дорогие белорусские братья! Всего вам доброго! Коллега, жму руку! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова